Вот это самая дорогая медалька, это непокоренные. Издевались, держали голодом и ставили эксперименты. Зинаида Акимовна и правда непокоренный человек. С 43 по 45 эта женщина была узницей фашистского концлагеря. Сейчас ей 84. Прошло столько лет, а война до сих пор снится. Никто не кормил, кто подбросил что-нибудь, то и ели. Я распухала от голода. А меня немец вылечил, дал лекарство. Вот среди сволочей бывают и добрые люди. Вот так оно в жизни, наверное. Я считаю, что я добрая. Я всегда, мне всех жалко. Летчицы, снайперы, зенитчицы. В годы войны на фронт отправились около 10 тысяч жительниц края. Сложно посчитать тех, кто трудился в тылу. Алтай принял более 100 эвакуированных предприятий из западных районов страны. Сегодня десятки женщин из разных районов края принимают поздравления. Участницы и дети войны, труженицы тыла, узницы фашистских лагерей. Мы всегда помним про то, что 2,5 миллиона овчинных полушубков сшили наши с вами зеленочки. Для того, чтобы обеспечить Красную армию. Качихи нашего меланжевого комбината столько выпустили ткани, что это было возможно обеспечить обмунированием более 50 дивизий наших солдат. Женщины вообще были. Все вот мы жили с мамой. Сначала с бабушкой, потом бабушка умерла у нас. Мама осталась, и нас было четверо. Четверо. И мама ходила, искала, где же чем прокормить нас. Галине Георгиевне было 6, когда началась блокада Ленинграда. Позже девочка стала сиротой, и в конце блокады ее отправили в детский дом в Камни-Наби. Так и осталась Галина Георгиевна в Алтайском крае. Всю жизнь работала на заводах региона. Несмотря на все испытания, которые легли на плечи этих женщин, они смогли остаться нежными и женственными мамами, бабушками, прабабушками. Ну, если бы не было женщин, наверное, и солдаты бы наши не победили. Да, и женщины, все женщины. Кормили, поили, одевали. Все женщины с детями. Там плачут и дети, и все. И они на ходу умирали. Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком.